Европейская солидарность никакого влияния на работу Верховного Рада оказывать не будет. Возникает вопрос, а зачем Петра Васильевича Порошенко быть депутатом Верховного Рада? Безусловно, Коболев и Витренко, их деятельность до того, конечно, такой налет токсичности им дала, безусловно. У нас в силу того, что это пламенская президентская республика, не получилось формировать за 100 дней действительно в полном виде администрацию, правительство и все остальное. С высокой долей вероятности Гончарук и Рашкован будут в кабинете министров по оба. Александр, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Сейчас проходят такие новые вещи в Украине. Мы смотрим на новую Верховную Раду, которая уже летом активно начала работать. Подготовительная группа собирается, 17 человек из «Слуги народа», 3 оппозиционная платформа «За жизнь», по 2 ЕС и Батьковщина, 1 голос. И они уже активно начинают друг с другом общаться. И мы видим, что уже первые конфликты появляются. Сейчас предлагаю посмотреть на экране небольшой эпизод, потом мы с вами его обсудим. Мы, коллеги, пану Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон про мову, мы просим вас, украинской мовы, просим вас, государственной мовы, выступать во время работы погодживания нашей группы. В законах это не сказано. В каком пункте регламенту это заключается? Это регламент. Вы, дающий народный депутат. Это мне можно еще использовать разные мовы. А вам все-таки, давайте поддерживать регламенту. Давайте по закону поставим переводчик. И в этом переводе, так сказано, закон о регламенте. Мы требуем, Европейская Солидарність, что если порушуется закон про регламент Верховной Ради, вымирайте микрофон. Я пропоную закрыть это вопрос. Все-таки, обратюсь к всему будущему и дающих народных депутатам не порушивать регламент Верховной Ради Украины. Если мы будем дальше порушивать регламент, я вымешен буду обратиться к аппарату и просить вымыхать микрофон. Ну вот, услышали первые слова, яркие замечания возможного главы Верховной Рады. Ирина Герасченко, как вице-спикер, еще не сложила очевидность себя. Такие мысли на эти полномочия. Вадим Рабинович наголошуя на том, что русскоязычные во многом избиратели его. Что вы думаете? Вот о чем вообще все это говорит? На самом деле пока это еще ни о чем не говорит. Это говорит о том, что идет процесс притирки старых новых депутатов. Он все будет продолжаться какое-то время. Надеюсь, недолго. А так это говорит о том, что на самом деле позиция Разумкова-то понятна. У нас есть закон, надо исполнять. Можно его поменять, тогда не исполнять. Это же дело такое. А пока он есть, я думаю, что Разумков вообще человек достаточно законопослушный. Я когда с ним разговаривал, он неоднократно об этом говорил на моем интервью о том, что есть законы. Надо их соблюдать. Хотелось бы, чтобы это было не только в отношении языка, а вообще в отношении всех проблем, которые возникают с регламентом во время интервью не у всех спикеров и у всех президиумов. А то, что я думаю, что все придет к тому, что, наверное, от оппозиционной платформы «За жизнь» будет больше говорить не с Триваном Шуфридом, чем у Вадим Зеленовича Рабиновича, это, наверное, будет следствие вот этого вот подхода к языку и регламенту. Что касается оппозиционной платформы «За жизнь», они, в принципе, единственные, кто сейчас назвал себя вот такой реально оппозицией. Вот эти вот вещи, которые происходят, и уже некоторое противостояние, пусть по этому, скажем так, пункту, не имеющего прямого отношения к нашей с вами жизни, это внутренний закон о регламенте, он контролирует только Верховную Раду, регламентирует их жизнь. Но вот все-таки вот это вот уже противостояние Разумкова о том, что он поддержал то, что сказала Ирина Герасенко. Видим ли мы какую-то уже, намечается, что вот есть у нас реальная оппозиция, которая всегда будет против того, что предлагает «Слуга народа», и какие-то возможные союзники, такие как там даже «Европейская солидарность». Нет, я думаю, что оппозиционная платформа «За жизнь» и «Европейская солидарность» будут теми, которые называют себя реальной оппозицией, и те, и другие, а то, что власть будет считать так называемой неконструктивной оппозицией. Вместе с тем, мне кажется, что в парламенте появится и конструктивная оппозиция к власти. Это оставшиеся две фракции, которые не вошли, ну, собственно, не «Слуга народа» и не эти две, то есть «Голосы Баткевщины». А я думаю, что «Слуга народа» будет, это мы увидим, я думаю, и при разделе комитетов, и при голосовании за вице-спикера, о том, что вот «Европейская солидарность» и «Европейская платформа» будут признаны «Слугой народа» как оппозиция, которая недостаточно конструктивна. Что касается, как раз по словам для оппозиции, мы понимаем, закона про оппозицию нет, у нас все, кто не коалиция, все оппозиция. Права их никак нигде не прописаны, до восьмого созыва, в принципе, какие-то комитеты глав давали, вице-спикер даже вот там в седьмом созыве «Свобода» была, да, при том, что там партия регионов была в коалиции. Восьмой созыв решили не давать оппозиции вообще ничего, сейчас речь идет о том, что вы один вице-спикер, два комитета. Ну, еще по поводу комитетов там решается, но тем не менее. Вот тут вопрос, когда у нас, возможно, будет оппозиция, конструктивная оппозиция, помните, как у нас была демократическая оппозиция, оппозиция, потом какая-то там радикальная оппозиция. Вот сейчас как на четверых разделить два плюс один? Ну, «Слуга народа» будет решать, кто из них оппозиция, кто нет. Вот если они решат, что надо дать, что на вице-спикерам должны будут представить не «Слуги народа», они сами решат, кто это должен быть, независимо от каких-то пожеланий, каких-то заявлений каких-то из фракций. Мне кажется, что, по всей видимости, на первое вице-спикерам, мне кажется, будет представитель «Голоса». У меня такое ощущение. А там еще действительно два комитета и контрольная комиссия по вопросам приватизации осталось. Они сами разрешат. Вот в том-то и дело. Понимаете, у нас оппозиция не может себя назначить сама настоящей, ненастоящей. Эта партия власти решает, кого они видят оппозиции. Это все. Что касается вот других назначений, да, я единственное, что еще момент по поводу вице-спикера. Вы представляете, вот, возможно, например, Петр Алексеевич Порошенко вице-спикер? Нет, невозможно. По разным причинам. Во-первых, Петр Алексеевич Порошенко еще надо узнать, будет ли он депутат на Верховной Раде для начала. Это еще, на самом деле, под вопросом, насколько я понимаю. А во-первых. А во-вторых, ну еще раз говорю, я не совсем на 100%, но процентов на 80 исключаю, что представитель Европейской Союзарности будет президент Верховной Рад. Почему вы сказали, что не факт, что Петр Алексеевич станет народным депутатом Украины? Ну, а потому что это его выбор. Он должен для себя решить, он будет депутатом или нет. А если будет депутатом, ну зачем ему это нужно? Просто какие предпосылки о том, что он может не стать народным депутатом? Это может быть его желание. А вопрос, зачем ему им становиться? Что он, собственно, из всего этого хочет получить? Имея в виду, что Европейская Союзарность никакого влияния на работу Верховной Рады оказывать не будет, никаких влияния на принятие решений у нее не будет, то возникает вопрос, а зачем Петр Алексеевич Порошенко будет депутатом в такой Верховной Рад? Я не знаю, есть ли у него ответ на этот вопрос. Что касается других назначений, премьер-министр у Разумкова многократно уже журналисты спрашивали, кто это, есть много кандидатур, очень хороших, профессионал нам нужен. Как вы думаете, все-таки по какому принципу у нас будет выбран премьер-министр? Это все-таки будет политическая должность или технократ? То есть мы ведь все время на этих весах балансируем. Да, вы знаете, на самом деле решения, насколько я понимаю, нет. Поэтому то, что не говорит, не потому что знает, но не говорит, а потому что решение еще не принято ни президентом, ни руководством партии. А дискуссии идут, у них внутренние дискуссии, у них идут обсуждения и размышления, кто это может быть. Я думаю, что в их интересах сегодня, они собственно об этом заявляли, о том, что в их интересах, чтобы это было правительство экономистов и юристов. То есть это профессионалов, а не политиков. Тем самым они будут отличаться, как они декларировали всех остальных, кто был до того. А кто из этих технократов, профессионалов, экономистов будет именно премьером, а кто первым вице, я думаю, что это они решат до сентября. Единственное, что очень важно, чтобы этот человек, который был не просто профессионалом в своей сфере, это само собой необходимо. Необходимо еще, чтобы он, к нему было доверие людей, да, для того, чтобы он был публичным, умел быть публичным. И потому что все-таки премьер-министр это фигура, открытая людям, да, они будут смотреть на него по телевизору не один раз. То есть наряду с президентом Зеленским, да, это вторая по публичности фигура. И он, на самом деле, будет таким образом олицетворять, собственно, и всю власть партии «Слуга народа» и одновременно и президент. Поэтому важно, чтобы он смотрелся, как это не смешно звучит, но тем не менее он должен быть убедительным и он должен вызывать доверие. Плюс-то быть профессионалом. Ну вот те фигуры, да, которые, мне кажется, это Давид Арахамия говорил, да, что в шот-листе у них есть, да, Коболев, Ветренко, Рожкован и Гончарук, правильно? Вот тут, знаете, у меня вот некоторые такой, у меня, знаете, как говорят среди девушек, надо прийти на свидание с некрасивой подругой, да. Так вот здесь вот Ветренко и Коболев, да, они как вот те некрасивые подруги. Может быть, они прекрасный менеджер, но после всех этих рассказов об их премиях, о премиях, которые в Америку отправлены, маме, да, Коболева, в принципе, отношение к ним у украинцев вот как раз совершенно не то, что вы говорите, да, не может быть доверия. Остается еще Рожкован и Гончарук, и, грубо говоря, уже, в принципе, социум, да, готов выбирать уже из них двоих, и уж точно не из этих. Как вы думаете, увидим ли мы, может быть, еще какие-то фигуры не из шот-листа? Потому что к каждому из них тоже много вопросов. Тот же Рожкован, да, МВФ. Опять же, спорное отношение у народа к Международному валютному фонду, да, когда смотрели «Слугу народа», там, где Головородька отправлял МВФ подальше, в принципе, это как раз вызывало тот отклик, да, в душе, который у нас есть. Вот как они с этим найдут фигуру, которая будет отвечать вот тем критериям, и чтобы воспринято еще людьми было? Ну, вы знаете, полностью, наверное, так это невозможно, чтобы он был одноименно умным, красивым, талантливым, ну, такой идеальным взятием. Это в реале. Поэтому какие-то, конечно, недостатки будут. Безусловно, Коболев и Витренко, их деятельность до того, конечно, такой налет токсичности им дала, безусловно. И я думаю, что когда будет приниматься это решение, это, безусловно, учтут. А что касается Рожкованова и Гончарука, это более, мне кажется, реально, но тут просто надо не забывать о том, что ведь не только премьера мы назначаем, мы назначаем весь Кабмин, ну, «Слугу народу» назначает весь Кабмин. То есть это премьер, первый вице-премьер и все остальные. Я, например, с высокой долей вероятности, Гончарук и Рожкован будут в Кабминете министров по оба. Кто из них на какой должности, это мы посмотрим. На самом деле, это не тот случай, когда, знаете, есть премьер-министр, который делает все сам, когда это команда премьер-министров. Это будет не команда премьер-министров, а команда Зеленского. Это очень важно понять. У каждого из людей, которые будут в Кабмине, будут свои роли. И в этом смысле роль первого вице-премьера, особенно если на него будет реально, он будет координировать, например, Минэкономики, Минфины, какой-то мининфраструктуры, будет реальная роль, не меньше, чем премьер-министр. А премьер-министр – это больше, конечно, фигура, я не могу сказать, что это выставочная, но это фигура такая публичная. Вот в этом смысле, мне кажется, его требования к его внешнему облику, внешнему образу выше, чем, например, к образу первого вице-премьера, который на самом деле может таким публичным не быть, а сидеть и работать. Поэтому это вопрос ролей, которые будут выписаны для каждого из них. Но, безусловно, назначать людей, у которых есть токсичность сильная, было бы неправильно. С другой стороны, конечно, мы у каждого из кандидатов найдем какие-то недостатки. Гончарук, например, молодой. Оксана Маркарова, которая сейчас министр финансов, которая заменила Александра Данилюка на этом посту. Мы понимаем, что Александр Данилюк – это сейчас руководитель РНБО, член команды Владимира Зеленского. И вот ходят слухи о том, что, возможно, она может остаться на своей должности как министр финансов. Она ведь не больше года как неисполняющая обязанности, а именно министра. Что вы, как директора информагентства, слышали на этой теме? Я подтверждаю, что такие слухи есть. Нет, на самом деле, это было бы, я не могу сказать, логично этой команде, в конце концов, решать, кто кем будет. Но, насколько я знаю, к работе Маркаровой за этот год, на самом деле, никаких претензий особых нет вообще. Она удачно провела размещение недавно ценных бумаг украинских, и, в общем, результаты были хорошие. Она исключительно рабочий человек, это человек действительно не публичный, значительно в меньшей степени. Министр финансов, по идее, может таким и не быть. Насколько она справится дальше и захочет сама – это вопрос. Но такие, действительно, такая вероятность есть. Ульяна Супрун, опять, что касается слухов, обсуждает о том, что американцы будут лоббировать и убеждают команду Зеленского оставить ее. Здесь у вас какая информация? Знаете, это вот, я думаю, что это будет действительно результат длительных бесед и с американской стороной. Правда, для начала надо понять, что такое американская страна, поскольку их так много, люди разные, из разных мест, поэтому, мне кажется, что говорить о том, что есть какая-то единая американская команда, сейчас сложно. Но то, что такие вот настоятельные просьбы оставить Супрун есть, вероятность, то, что она останется, есть. Я не думаю, что она очень большая, потому что где-то все-таки, опять же, они ориентируются в том числе и на людей. Да, и мы знаем, что «Слуга народа» – это партия Зеленский, которые очень аккуратно и очень внимательно отслеживают настроение людей. Конечно, так получилось. Деятельность, то ли деятельность самой Ульяны Супрун, то ли ее противников политических привела к тому, что отношение к ней в стране, как мы знаем, не очень хорошее. А с одной стороны, с другой стороны, реформа как таковая, на самом деле, продолжаться будет. Я имею в виду идеологические реформы таковы. Об этом Радуцкий говорил уже, что на самом деле никто сворачивается не будет. Из страховой медицины мы будем идти. Но просто наличие на таком посту министра, который олицетворяет эту реформу, человеку, которому мало доверия среди людей, на самом деле, эта реформа будет тормозить ее. Там прекрасно все это понимают. Поэтому вероятность, что останется, есть. Я бы не оценил ее как очень большую. Потому что у меня такое впечатление все-таки, мне кажется, что президент должен будет и команда найдут какого-то другого человека на это место. При этом, еще раз подчеркиваю, продолжая, поддерживая, продолжая основную линию медреформы. Основную. Без проблем, которые все три не сопровождалось. Арсен Аваков. Что с ним? Тоже дискуссия идет. Тут надо понимать, что в отличие от Супруна и всех остальных, Арсен Аваков – это человек, который не чужой для «Слуги народа», скажем так. Это человек, представители которого, знакомые которого, находятся в списке «Слуги народа», люди, с которыми он работал. Поэтому он, если можно так сказать, один из ее миноритарных, возможно, акционеров этого проекта, условно говоря. Это первое. Второе – он действительно показал свою эффективность во время выборов. Третье – у него, насколько я знаю, очень неплохие отношения с нашими стратегическими партнерами, которые, я думаю, не будут против того, чтобы он остался. Мне кажется, что когда Арсен Аваков в составе Кабинета Министров будет, на сегодняшний день, я не знаю, как это будет дальше, он в составе Кабинета Министров останется. Единственное, что пока функции его, как министра, мне кажется, они будут несколько изменены. Ну, я не скажу сужены, но они могут быть другие. Но вероятность того, что он останется, достаточно высокая. В последний год Арсен Аваков, в принципе, фигурировал в основном и в СМИ, и в риторике с такой позитивной точки зрения, вплоть до того, что он на президентских выборах был гарантом Конституции. Даже вот так называли. Но если откатиться немного назад и вспомнить то, что было до этого, все эти истории с рюкзаками, противостояние с Саакашвили, ну, то есть достаточно спорная фигура он был в предыдущие, да, там, три с половиной года. Вот насколько, когда голосовавшие за Зеленского ожидали полного обновления власти, вот такие вот моменты, если кто-то из старой команды все равно останется, и люди, ну, понимаем, что не с кристальной репутацией, можно вспомнить, как был он депутатом, можно вспомнить, как он был бизнесменом. Как это, насколько это будет играть все-таки на рейтинг «Слуги народа», имея в виду, что, ну, пусть не сейчас, но в следующем году должны быть еще и местные выборы, и как-то надо им продержаться. Ну, знаете, тут они должны будут пройти между двумя факторами. Первый, с одной стороны, это, конечно, должен быть человек, желательно, чтобы это был новый, с другой стороны, нельзя терять управляемость. А МВД – это такая огромная машина, которая, и она будет очень важная в ближайшее время, я думаю, которая не может, там, может не пережить очередную перестройку. Во всяком случае, пока она будет перестраиваться, в ходе него могут возникнуть проблемы. Это раз. И два – это то, как я уже сказал, что Аваков не чужой человек. Это не просто нанятый менеджер. А насколько это повлияет, его присутствие на следующие выборы, я сказать, конечно, не могу, это очень сложно. Другой вопрос, что, конечно, публичным лицом он не может быть, этой команды, само собой. Он, больше того, он не может быть просто, если он остается, то он остается как один из министров, а не, знаете, как в последнее время говорили, что он ни первый, ни второй, да, то есть он уже не совсем министр внутренних дел, и еще пока не премьер. Нет, функция будет, конечно, другая, наверное, как я понимаю, но повлияет ли на тех, кто хочет полного обновления, наверное, наверное, им это не очень понравится. Но, поверьте, мы в ближайшее время увидим столько новых лиц, такое огромное их количество и в правительстве, и в парламенте, что присутствие одного старого лица могут, в общем, не особенно и заметить. Вот в данном контексте мы видели на этой неделе, как Зеленский был в Олевске, да, в Житомирской области, стоял вопрос о Янтаре, который, в принципе, с конца 15-го года президент Порошенко, Верховная Рада 8-го созыва, как раз говорили о том, что вот такая у нас катастрофа, надо, значит, срочно решать. И так в течение года что-то решали, ничего не решили, и просто этот вопрос закрыли, забыли, и перешли на армию Мову Виру, да, и Бурштин как-то уже и исчез с повестки дня. Вот сейчас поменяли, ну, поменяют главы администрации, руководство полиции, СБУ этим вопросом должно заниматься. Вы верите, что сейчас Владимир Зеленский, может быть, при содействии Авакова, Баканова, может вот эту вот страшную схему, которая работает в трех областях Украины, побороть и не получить вот такую ситуацию практически, как у нас есть в Ордло, да? Вы знаете, на самом деле это, не могу сказать, что очень просто, потому что там действительно надо принимать меры сложные, в том числе не очень популярные. Но, очень просто, было бы желание. Ведь когда в прошлый раз, я действительно право, начиналась история, что вот там ужасные какие-то теневые деньги ходят, теневые армии находятся, а все это контрабанда идет за границу, все это понятно, прошло действительно какое-то время, и все затихли. Из чего я, например, сделаю выбор, что на самом деле в той предыдущей власти, может, я не прав, конечно, но все выглядит так, что в предыдущей власти нашлись люди, которые благополучно эту схему освоили. И, как написал один народный депутат, если раньше деньги с этого момента шли, частично тем, кто это добывает, частично тем, кто его продает, частично тем, кто это все охраняет, то есть крыши. То есть то, что наличствовала крыша во власти, я так понимаю, это вполне естественно, иначе бы эта схема не существовала. Если в новой власти, новая власть не будет играть роль крыши в данном случае, если никто из них не поймет, не увидит, что там есть источник дохода, который можно просто себе присвоить, и поток, на который сесть, всю эту тему можно решить в течение максимума 3-4 месяцев. Да, для этого недостаточно выбирать, конечно, людей из МВД и СБУ, конечно. Конечно, надо принимать там системные решения, конечно, надо делать это как промысел, конечно, должна быть государственная, какая-нибудь другая коммерческая компания, которая скупала бы этот янтарь, конечно же, то есть на месте этих бандитов, которые там сейчас, я так понимаю, сидят. И, конечно, это все должно быть легализовано, и в том числе, что прекрасно повлияет на окружающую среду, чтобы там была рекультивация земель и всего остального. Это все сделать можно. И, кстати говоря, это будет один из таких тестов для новой власти, например, того, они эффективны или нет. Потому что если они это решат, еще раз говорю, там непросто, потому что уже долгие годы много народу на этом живет. Это же, как вы понимаете, связано с контрабандой тоже, потому что это весь синтарь, который шел за границу, он идет. Чем? Контрабандой. Если мы боремся с контрабандой, если он туда не пойдет, то он, собственно, теряет смысл. Вся эта вот, все эти бандитские армии. И тогда, ну, соответственно, придем к тому, что люди, которые, значит, будут заниматься добычей, будут получать свою не очень большую, но крепкую зарплату. А все остальное, функции, там, торговля и все остальное, реальные деньги на этом будут зарабатывать кто? Или государство, государственная компания, или уполномоченная какое-то лицо, но совершенно открытое, публичное и не бандитское. Сейчас вот 26-го числа уже 100 дней Владимира Зеленского, но мы получили, скажем так, президента без парламента, да? Сейчас парламент 29-го числа начнет работать, то есть уже через три дня после того, как 100 дней Владимира Зеленского. Можно подвести уже какие-то итоги? Мы можем сделать какой-то вывод уже о Владимире Зеленском президенте? Или все-таки теперь нужно ждать 100 дней парламента, для того, чтобы сказать, кто президент Зеленский? Кто он такой? Самый лучший вариант – это не считать дни. Не 100, не 200, не 300. Не надо этим заниматься, потому что жизнь у нас, она непрерывная и постоянная, и поэтому меняется каждый день. Понятное дело, что вообще 100 дней, как мы прекрасно помним, действительно отводится, например, в Соединенных Штатах на формирование администрации, а не на достижение каких-то результатов. Вот за 100 дней оно должно быть сформировано полностью. У нас в силу того, что это парламентская президентская республика, не получилось сформировать за 100 дней действительно в полном виде администрацию, правительство и все остальное. Поэтому ничего подождем. Я бы, 100 дней, если можно, там, по-моему, кстати, 1 сентября, на самом деле, истекает, если мы как-то считали, и с первым звонком в школу. Вот это, я бы сказал, более символично, потому что от 1 сентября все, на самом деле, идут в школу. И начинают кто заниматься, кто работать. То есть начинается учебный рабочий год. А с какого момента мы сможем прилить, кто такой Зеленский, я думаю, что это может пройти и года два, потому что у меня такое впечатление, что он тоже будет меняться. Молодой человек еще, в конце концов, еще ему расти-расти. И поэтому мы никогда не увидим его вот, и скажем, вот вы теперь подяли, кто такой Зеленский, или ему, значит, поаплодируем, или поставим на него крест. Нет, все мы будем меняться. А впереди очень много бурных разных событий. Да, впереди, я думаю, много кадровых ошибок, которые, главное, быстро исправлять. Ничего страшного в самих ошибках нет. Главное, чтобы, еще раз говорю, чтобы они быстро исправлялись. Впереди, ну, вот такой первый, если уже там кому-то хочется какой-то там водораздел и какую-то там зарубку на будущее, то, конечно, это 1 января, потому что к этому моменту они должны принять основные законы, которые они хотели принять, и у них выписано в планах. Это будет достаточно быстро. Они должны принимать бюджет, и мы поймем примерно относительно, как мы будем жить в следующем году. Вот это уже будет, но это не результат еще, это только первое, условно говоря, подтверждение их намерений. Результат будет, когда все это будет реализовано. Но впереди очень много, такой большой и интересный процесс реализации их планов. Большое спасибо Александру. Александр Мартыненко был гость нашей студии, директор информагентства «Интерфакс Украина». Смотрите нас в YouTube, на Политэко онлайн, и подписывайтесь на наш канал. Также пишите обязательно нам комментарии, мы их читаем, изучаем, и даже делаем выводы. Спасибо большое, до свидания. Каждый раз как подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся.